МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это картиномера с Юрием Казиятко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в программе. Теплая встреча друзей. АПЛОДИСМЕНТЫ Каталония. Голосование сердцем. Или в сердцах. Я уверен в том, что единая Испания останется реальностью. Ударить по бездорожью современными технологиями. Мы должны создать программу возрождения и модернизации местных дорог. И выстраивать новые мосты между странами. Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми государствами всех континентов. Рубить с плеча. Места нету вам, где жилье строить. Обязательно надо конфликт породить с населением. И зрить в корень. На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе. Если есть за коровой уход... Мы отработали по всей области. 512 нам надо помещать. И строим там, где будет развитие. Обязательно. И у вас есть верма. От коровы получишь доход. Огромные слова благодарности. Многодетная семья корова – это подспорье и очень неплохое. Поддыхайте все ближе, будучи вставать гостей. Им дворцов, заманчивая своды, не заменят никогда родной деревне. А чем мы можем не уступать городским? Все у нас так же, как и в городе. Повелители топора, владыки хлева, хозяева полей. Кто они? Современные властелины села. Давай, Грюкова! Литвины! Литвины! Приятно начинать программу с хороших новостей. Особенно про еду. Сытый человек, добрый человек. И когда полны закрома страны, добро уже в другом смысле можно наживать. Хороший урожай в этом году собран в Беларуси. И сегодня дожинки проходят в двух областях – Могилевской и Минской. В Кличеве Могилевской области чествовали героев жатвы. Шествие передовиков прошло по улице Ленинской. Как символ благоденствия в районном центре установили скульптурную композицию «Рок изобилия». Организовали спортивный праздник. Навстречу европейским олимпийским играм, которые в 2019 году пройдут в Беларуси. И для поднятия настроения даже домашнюю живность включили в программу состязания. И также приятно сообщить, как минимум из корпоративных чувств, что в Кличеве открыт памятный знак военным журналистам Могилевщины. Традиционный лидер по сбору зерновых культур – Минская область. Она формирует самый большой кусок республиканского каравая и сегодня проводит дожинки в Смолевичах. Праздник урожая радует креативом, начиная с пряничных шахмат и весельем в стиле славного Октоберфеста. А наш корреспондент Анастасия Бенедесюк о героях и самых интересных эпизодах областного праздника урожая рассказывает в своем сюжете. Симон, где ты болтаешься? Симон! Дыша вот и раскручалась, а каханенька, родненька. Это же в Смолевичах дожинки свято. Вот я тебе и боты купил. Вот они же ботва левая на одну ногу. Я их носить буду. Я поменяю, поменяю нашим райпом. В красной черевичке смеется Симона. Это единственная левая на их Симонихой празднике жизни. Хозяева местного подворья уже пять лет как рука об руку. И все с юмором. Собственно, что за фестиваль без соответствующего настроения? Сегодня с самого утра тонна Агрофесту задавала именно эта пара. О том, что областные дожинки пройдут в Смолевичах, в самом городе-спутнике узнали буквально полтора месяца тому. Немного на подготовку. Меж тем, и за день до здесь продолжала кипеть работа. Большинство всех наших административных зданий, школ, дом культуры, они все реконструированы. Это не просто покрасить фасады, ЗАГС, больницы и отдел образования. Мы к дожинкам готовились не только в городе. В наших поселках очень много заасфальтировано улиц, приведены дома, порядок. Важно, что все пять тысяч человек, которые работают в сельском хозяйстве, поверьте, что они все заслуживают награды. В этом году центральный регион, как собственно уже 10 лет к ряду, лидер жатвы. Почти 2 миллиона тонн в копилку нашей хлебной державы только с этих полей. Буквально каждое зернышко аграрии сразу 22 районов. Для нас бережно добывали от зари до зари. И вот он, каравай Минской области 2017. Мы отмечаем дожинки уже больше 20 лет, и это уже не просто чествование передовиков. Это праздник, где есть место и зрелищем. За монетку то и дело оживали статую, а в шашке можно было сыграть даже пряниками. Причем на этот же пряник. Но и хлеб все так же остается в центре стола. И от такого обилия его вкус кажется и глазами попробовать было можно. Мастерство пекарей оценивали визуально и голосовали мучным. Какой хлеб голосуете? Да свой, конечно. В Жодино у нас два научных института, которые тоже вносят свой клад в достояние этого каравая. Сегодня большой праздник в Минской области. Вдохновляет людей, которые заслужили этот праздник. Своим трудом, своим отношением к дуду. Выполняя самая главная государственная задача. Это продовольствие и безопасность нашего государства. Очень красиво. Даже мой хозяин подошел под пробу батоны. Какие? Руками. Говорит, не может быть, что они настоящие. Я говорю, настоящие. И как, настоящие? Настоящие, да. Из какого зерна лучше сделать хлеб или макароны, при каком освещении хранить золотой фонд страны и как, собственно, стать лучшим в своем деле? Главный агроном Геннадий Шершень в свои-то 30 уже знает. А как относятся коллеги к такому молодому агроному вообще? Да, наверное, привыкли. Какая разница? Тут же дело не в молодости, а в работе. Кто как относится, я скажу так, к труду. То есть я делаю свою работу, коллеги свою делают. В сумме мы один большой коллектив, который достигает этих больших результатов. Больше 12 тысяч тонн зерна ежегодно и еще почти 2 тысячи озимого рапса. Это показатели передового хозяйства. Агроном Шершень, человек земли и вопреки фамилии смеется трудиться, как пчелка. Начинал с маленького трактора с прицепом. Сегодня в его телефоне маршруты и занятость каждого механизатора агрокомплекса. Но и сам не чужд сесть за баранку. Это за последние, скажем так, десятилетия. И сельское хозяйство шагнуло далеко вперед. Комбинированные агрегаты, которые за один проход делают 2-3 операции. Сеялки, культиваторы. Оператор может спокойно одной рукой управлять. Водить не гладить. Вздохнет часом позже. Агроном Геннадию еще только предстоит. Пройти в колонии передовиков и тружеников села. Да, это моя парадная рубашка. Есть, конечно, какое-то внутреннее волнение. Все-таки первый раз, как бы страшновато, конечно. Ну, наверное, еще не совсем ощущаю вот это все. Наверное, ночью будет самая долгая ночь в моей жизни. Не менее сложный выбор стоит и перед дочкой передовика. В каком платье гордится папой? А папа, как думаешь, волнуется? У меня сейчас непередаваемые эмоции, поэтому я не могу это сказать. Меж тем уже в праздничном наряде маленькая Даша. Ей нет и двух недель. И для нее это будет первая прогулка. Она тоже герой дня. Первая, кому выдадут свидетельство о рождении в реконструированном ЗАГСе. У него в этом году вековой юбилей. На земле мы все работаем, потому что у нас есть дача. Мы вот там все выращиваем сами себе помидоры, перчики, картошечку. Все стараемся делать сами. Здесь же получил свидетельство о рождении старший брат Дарьи. А еще годами ранее он соединил и ее родителей. Праздничная атмосфера сегодня в городе Смолевичи. Она не только на центральной площади, но и на каждой из улиц 22 района. Каждый представляет свою культуру, свои песни, танцы. И каждый класс по настроению. Отличное настроение, несмотря на плохую погоду. А как правильно это делать? Научите меня. И так сразу с две стороны. На правой, налево. Вот так, да? Немножко туда и немножко сюда. Чтобы урожай хороший был. Чтобы нам дождь, погода не мешала. Чтобы нам его вырастить, жать. И хлеб, ну вкус молоть. Чтобы мы были сытые. Чтобы у нас мир был. А еще город мастеров, присмаки на любой вкус. Если сложить в длину. Все торговые ряды. Сегодня в Смолевичах можно было бы растянуть пир и до самого Минска. Это большой праздник для селян. Это мы подводим черту, что мы в год делали в сельском хозяйстве. Что мы вырастили, что получили. И это своеобразная гордость сельского хозяйства. Это хороший праздник. Добрый, душевный праздник хлеба. Праздник в Смолевичах продолжается и в эти минуты. Да и только субботы здесь ограничиваться не намерены. Поработали ведь на славу. Анастасия Бенедесюк, Дмитрий Травин и Андрей Иваненко. Картина мира. Не хлебом единым жива страна. Многие государства мира во все времена существовали за счет географического положения, оказавшись на важном пути. Например, из Варяг в Греки или на Великом Шелковом пути. И, кстати, этот маршрут, возрождаемый Китаем, сулит немалые выгоды современной Беларуси. А можно вспомнить еще Панамский канал, кормили с одноименной страны, или Суэцкий, пополняющий казну Египта. Транзитный статус приносит прибыль и Беларуси. Для этого расширяется сеть автомобильных дорог. Наши автобаны хвалят гостей Западной Европы, позабыв уже высказывания своих давних предков-военачальников, что в России нет дорог. Есть направление. Почему говорю в России? Потому что наверняка и белорусские земли тоже имелись в виду, поскольку по ним прошли полки Наполеона и танки Гудериана. А вот сегодня автомагистрали в Беларуси одни из лучших в мире. Лучшие не только главные дороги. Пришло время местных магистралей. И так они и должны выглядеть как главные. 7 тысяч километров предстоит модернизировать в ближайшие годы. И эти дороги должны не уступать по качеству республиканским. Такой задача считает президент. Не только этому была посвящена вчерашняя рабочая поездка главы государства в Минскую область. Тема сельского хозяйства проявилась после осмотра президентом полей с вертолётов. Юлия Бешанова рассказывает. С высоты птичьего, а скорее вертолётного полёта, всё как на ладони. Безусловно, местные красоты. Но для опытного хозяйственника отличная возможность рассмотреть картину в целом. Слудский район. Кукурузные поля буквально стоят в воде. Природный фактор, конечно, учитывается. Но дело в элементарной безхозяйственности. Похоже, это уже некоторые участки кукурузы не уберёшь. Уберёшь? Где же уберёшь? Там болото, вот я пролетал, гектаров 200 в болоте. Ничего, подсохнет, погода обещает. Не подсохнет. На миллиарированных землях подсохнет. Это говорит о том, что мы порой не думаем, где сеять, а ещё больше не думаем, как убирать будем. Ну, пересматривать будем там, где не зима. Ну, конечно, ну куда-то. Там, где травы должны быть, вы посеяли кукурузу и в колено вода. Менять структуру посевов и не гнаться задутыми показателями. Формула, которая подтянет весь регион до уровня совхоза в Новых Рачковичах. Ретабельность производства молока здесь 74%. Секрет успеха прост. Хозяйственный подход абсолютно во всём. Например, строительство. Чтобы обеспечить поголовье качественными кормами, используют траншеи. Строят их хозспособом. Обошлись в 50 тысяч рублей. Сэкономили прилично. 25 тысяч долларов или 50 тысяч рублей – это предел. Ниже можно. Больше анфимового материала он сразу туда идёт проверять. И ты понимаешь, почему я говорю. У нас же сейчас программа. Мы же туда сейчас начнём деньги финансировать. А все будут поправлять своё положение материальное. И начнут нам траншеи строить за 200 тысяч долларов, а не за 25. Путь, по которому идёт сельское хозяйство в Беларуси, просматривается на годы вперёд. А вот с местными дорогами в прямом смысле не всё так гладко. В стране 70 тысяч километров дорожного полотна регионального значения. Из них 20 тысяч километров нуждаются в ремонте. Это примерно каждый восьмой километр. Сегодня главная проблема местных дорог – это просроченные сроки ремонта. Нам нужно предложить и новые технологии, более ресурсосберегающие технологии, для того, чтобы эффект от вложения средств был большим. О том, что местные дороги пора реанимировать, разговор зашёл ещё в апреле. На совещании Александр Лукашенко поручил вплотную заняться этой проблемой – выбрать технологии и технику. Главная задача, чтобы не било по карману и было качественно. В ближайшее время планируется отремонтировать 7 тысяч километров местной дорожной сети. Специалисты предложили три современных варианта решения задачи. Вариант первый – бетонные дороги. Уже на начальном этапе разбежка в ценах порядка 20%. Главный плюс – долговечность. К тому же после модернизации цементной отрасли недостатков сырьей в Беларуси нет. Идеальный вариант для создания подъездного пути с нуля. Кстати, знаменитые немецкие автобаны, которые многие считают образцом дорожного мастерства, сделаны как раз из бетона. Дорога в деревне, на фермах, там, где нагрузки большие, именно этим путём идти. Ну да, может быть, поначалу мы вложим денег больше, чем асфальтобетон. Но это же 50 лет. А это технология для Беларуси-эксперимент. В прошлом году опробовали в Брестской области. Идеальный вариант – укладки покрытия для гравийных дорог. Машина поднимает грунт, перемешивает его с цементной водой. На выходе – укреплённая гравейка. Беспроигрышный вариант для подъезда к агрогородкам и маленьким деревням, где не будет ходить тяжёлая техника. Там стоит внутри фреза, то есть подымает старое. Внутри барабан это всё перемешивается. И сзади оно выдаётся уже готовый, перемешанный с компонентами материал для устройства слоя. Получается дешевле, чем устройство классических слоёв. Наконец, третий вариант – метод так называемого «холодного ресайтлинга». Буквально на глазах, лёгким движением руки оператора, старое покрытие превращается в новое. Фреза поднимает изношенный асфальт, перемалывает его, перемешивает с битумными добавками и укладывает на дорогу. Ещё один балл в пользу этого метода. Он почти на четверть дешевле, но есть одно «но». Такие машины в Беларуси не производятся. Приходится покупать за рубежом. Сегодня у нас всего два подобных агрегата. Обязательно промышленникам надо поручать, пусть начинают. Потому что дороги у нас как сельское хозяйство. Огромная сеть дорог, её надо приводить в порядок. Если мы будем всё время покупать импортные машины, зачем тогда наша? Автомобилестроение. Последнее слово за производителями. Можем ли освоить технологии? Специалисты поясняют. Всё дело в объёмах. Фактически получится штучное производство. В настоящее время запрос от дорожников всего три машины в год. Если не найти внешние рынки сбыта, проект финансово не имеет смысла. Сегодня под маркой, сделанной в Беларуси, производится 60 модификаций машин для строительства. На рынок выходит целая линейка отечественных грейдеров. От лёгких до супертяжей. Мы будем использовать как возможности наших дорожников по производству каких-то специфичных надстроек, так и базовое поддержание техники. Президент настаивает, к реконструкции местных дорог нужно подойти с умом, взвесив все за и против, учесть особенности каждого региона, нагрузку и интенсивность движения. Задача гармонично вписать просёлочные дороги в общую магистральную сеть. Она, кстати, самая плотная среди стран СНГ – 87 тысяч километров. Расхожее мнение о наличии направлений и отсутствии дорог, похоже, в Беларуси, окончательно теряет актуальность. Юлия Бешанова, Сергей Васюкевич, Алексей Юнош, «Картина мира», Минская область. Государства связывают не только автомобильные или железнодорожные пути, но и политические, торговые, казалось бы, невидимые коммуникации важны, дабы было что вести и для чего ехать в иные страны по асфальту и чихунке. Дипломаты – важнейшие коммуникаторы в международных отношениях, поэтому послы иностранных государств вручают верительные грамоты президенту, королю, первым лицам стран назначения. А на торжественную аудиенцию во Дворец независимости в Минске прибыли на этой неделе 11 глав дипломатических миссий. Вереницы подъезжающих ко Дворцу независимости представительских авто пока не определить, какую страну представляют дипломаты. Разве что посол Мали нарушает предсказуемый сценарий церемониала, привнося свой национальный колорит. Государственные флаги же на машинах послов появятся только после церемонии. С этого момента они уже де юра будут представлять интересы своих стран. Почему верительные грамоты – это не только символические жесты о намерениях развивать дружественные отношения, но и просьба верить тому, что будет говорить посол от имени своей страны. В этот раз лично в руки президенту грамоты вручали 11 дипломатов из разных частей света – Африка, Южная Америка, Европа, Азия. Пополнение в дипкорпусе весьма логично. Чем больше государств направляют к нам своих дипломатов, тем выше интерес к развитию сотрудничества с нашей страной в мире. Сейчас в Минске насчитывается 52 посольства, в том числе Мальтийского ордена, а также представительства ЕС. В этом году открылось представительство Нидерландов в прошлом Австрии и Туркменистана. Дипломатическая география расширяется постоянно. Беларусь – миролюбивое, стабильное и безопасное государство. В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны. Сегодня необходимо строить и укреплять мосты политические, экономические, гуманитарные, искать как можно больше точек соприкосновения, которые будут объединять страны и народы. Беларусь готова развивать сотрудничество на всех континентах. Взаимный интерес можно найти в маленьком Джибуте, которое могло бы стать воротами для наших предприятий на рынок Восточной Африки, и в южноамериканском Чили, где найдет спрос наша карьерная и сельскохозяйственная техника, и в азиатском Лаосе, где Беларусь может помочь с добычей полезных ископаемых. Посол Молдовы на Белорусской улице в Минске уже освоился. Ехать ли в Беларусь нисколько не сомневался. Кстати, соседство посольства со стадионом «Динамо» сыграло свою роль. Дипломат и сам в прошлом футболист. Я на многих стадионах белорусской играл в свое время. Правда? В Могилеве, в Гомеле. А вам нравится, как реконструкция проводится? Не, ну здорово, конечно, это огромная работа, но с ним будет красиво. Я в Минске был лет 20 тому назад. Конечно, приехав сейчас в город не узнаваем. Приятно мне, что в Минске постоянно проходят какие-то события. Очень много экономических форумов. Очень много каких-то визитов в европейские страны особенно. Это форумы мирового масштаба. Не ускользнул от внимания посла и дипломатический нюанс. Президент обращения к каждой стране начал именно с Молдовы. С президентом я, Лукашенко, встречался второй раз. Это человек, производящий очень сильное впечатление. У него есть какая-то такая огромная энергия, которая он заражает всех собеседников. Когда был визит президента Молдовы, их дадут сюда, была очень такая хорошая встреча, теплая, открытая встреча. Много советов дал церковь Лукашенко молодому президенту нашему. Он не только молодой по возрасту, но и молодой по должности. Перенимает Молдова опыт не только аграрный и промышленный, но и политический. Должна быть все-таки форма права непрезидентская. Без четкой вертикали власти нанести предыдущие в строительство невозможно. Мне инфонирует власть, которая сегодня есть в Беларуси. Вот то, что выстраивает власть очень четко и понятно. То, что эта власть руководит сегодня людьми, обеспечивает им жизнь стабильную. И человек знает, что получает зарплату сегодня, он получится и завтра. За четыре месяца в нашей стране Виктор Сарачанов успел объехать все регионы. Подмечает, чем наши страны могут быть друг другу полезны. К сожалению, помидоры молдавские однозначно вкуснее. Огурцы могут вкуснее ваши. Восполнить пробелы в торговле и не только между Минском и Кишиневом до сих пор нет прямого рейса, в то время как интерес бизнеса растет. Беларусь, пример другим, в том числе и нам, все-таки сумела сохранить потенциал, который был накоплен за годы советской власти и реформировать это все в то, что мы видим сегодня в Беларуси. Я был на многих предприятиях, на фермах. Да, нам есть выбрать пример. И нам очень бы хотелось, чтобы многое из того, что есть сегодня в Беларуси, было и у нас. Единственная женщина среди вновь представленных дипломатов посол Швеции Кристина Юханнесен. Возобновление конструктивного диалога со скандинавским партнером – важный шаг. Для церемонии дипломат выбрала наряд синего цвета, символизирующего спокойствие, словно в знак уверенности в укреплении отношений. Это гендерное неравенство. Полное. К слову, синхронный перевод послу не понадобился. Кристина Юханнесен училась в МГУ. Прекрасно говорит по-русски и, кажется, всерьез настроена найти здесь общий язык. Теперь мы смотрим вперед. Пора развивать наши отношения, причем на всех уровнях. Добро пожаловать в Беларусь и от дипломатических разговоров к делу. Хочу, чтобы у вас осталось и было самое хорошее мнение и впечатление о нашей Беларуси. Спасибо. Спасибо. Вот так стремительно и неожиданно развиваются мировые события, что, глядишь, посол Каталонии завтра постучится в Минские ворота. Впрочем, новый глава испанской дипмиссии исключает такой поворот событий и благодарит Беларусь за сдержанное отношение к референдуму, которое является, безусловно, внутрииспанским спором. Речь о том, что Каталония хотела бы выйти из состава Испании. Своё первое интервью в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Испании в Республике Беларусь Игнасио Ибанес Рубио дал нашей программе в Москве. И вот замечу, что всего 10 месяцев назад мы встречались с сеньором Рубио в Мадриде. Тогда он был госсекретарем испанского МИДа. И вот теперь уже в новом качестве, в день своего рождения, получив подарок от нашего политического обозревателя Яны Шипко, он ответил на вопросы программы. Вы на днях вернулись из Минска. Какое впечатление на этот раз оставила наша страна? Я очень доволен своим визитом в Минск. Для меня это был важный момент – вручение верительных грамот вашему президенту. Однако, будучи заместителем министра иностранных дел, я уже тогда вел довольно активную работу с Беларусью. Я принимал участие в первых политических консультациях между Испанией и Беларусью в 2014 году. Сегодня я приехал в Минск уже в качестве чрезвычайного и полномочного посла. И для меня это огромная честь. Кстати, говорят, что в интерьере Дворца Независимости, в том числе и испанская плитка, использованная в оформлении. Понравилось вам там? Довольно интересный факт, но даже не зная об этом, мне очень понравилось во Дворце Независимости. Ваш президент обратился на церемонии со словами ко всем послам. Однако то, что ко мне, как к послу европейской страны, он обратился одним из первых, большая честь. Я высоко оценил этот знак внимания. Речь президента касалась развития отношений между нашими странами и намерения на дальнейшие их углубления. Александр Лукашенко отметил, что нам прежде всего нужно развивать наши торгово-экономические отношения, и в этом вопросе у нас большой потенциал. А также выразил надежду на плодотворное сотрудничество во время проведения первого заседания совместной испанско-белорусской комиссии, которая пройдет в Минске уже в середине октября. Таким образом, он с самого начала дал понять, что работать придется, засучив рукава. Такие речи и действия вашего президента очень воодушевляют. Вы считаете, назрела уже необходимость для постоянного диппредставительства в Минске? То есть будет загружена работа? Без сомнения, мы очень благодарны Беларуси за те усилия, которые она приложила, чтобы открыть постоянное посольство в Испании. В ближайшее время, я знаю, будет назначен и белорусский посол с постоянной резиденцией в Мадриде. Так что планка задана, и теперь за нами ответный шаг. Я говорю своим белорусским друзьям, что настроен на 100% воспользоваться тем временем и теми возможностями, которые у меня появились в качестве посла Испании в Беларуси. Мои ближайшие намерения углубить отношения и сделать их более интенсивными. Хочется обратить внимание на знаковый визит вашего министра иностранных дел Владимира Макея в этом году в Мадрид, где состоялись политические консультации между нашими министрами. На прошлой неделе в Минске находились советник по торговым и экономическим вопросам посольства и советник по политическим вопросам, ответственный за отношения с Беларусью. А 18 октября, как я уже упоминал, в белорусской столице пройдет заседание совместной комиссии, в ходе которой будут обсуждаться экономические темы. Представители испанских компаний уже наслышаны о потенциале Беларуси в различных сферах. Торговли, промышленные кооперации, энергетики, конечно же, в сельскохозяйственном секторе. Еще одно хорошее направление – это туристическая отрасль, где у Испании огромный опыт. И в этом секторе мы могли быть полезны друг другу. То есть вы могли бы сделать Беларусь более привлекательной для зарубежных туристов? Без сомнения, хотя Беларусь привлекательна сама по себе, осталось лишь увеличить ее значимость на туристическом рынке. У белорусов есть то, что лежит в основе туризма – ваше знаменитое гостеприимство и умение принимать гостей. Беларусь – страна со своей собственной историей, что привлекает туристов, а также ваше прекрасное природное богатство. Я читала вашу биографию, вы были с дипломатическими миссиями в разных уголках мира, от Танзании до Гватемалы. Возможно, Беларусь в этом списке тоже была своеобразной экзотикой. Вот первые впечатления о стране, какие они были? Как вы правильно заметили, мои впечатления пока еще первые. В Беларуси я главным образом вел лишь политическую работу. Однако и здесь я могу наблюдать за успешным развитием вашей страны. Беларусь все больше открывается и раскрывается для других стран мира, и в частности для Европейского Союза. И мы в Испании оцениваем это как очень положительный знак. Беларусь недавно этим летом принимала еще один важный международный форум – это парламентская ассамблея ОБСЕ. И там, поскольку сейчас на нашу страну действительно смотрят, как на мост между Западом и Евразийским Союзом, Евразии прозвучало предложение нашего президента о возможности создания платформы «Хельсинки-2». Как вы оцениваете возможную роль Беларуси в этом? Возможно, мы на самом деле могли бы стать площадкой, какой являемся в последнее время, очень часто для каких-то переговоров. Вы провели очень успешно сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ на высоком организационном уровне. Доказательство тому – положительные отзывы от главы испанской делегации, господина Санчеса Амора, который отметил, что белорусами были созданы все необходимые условия для успешного проведения и работы парламентской ассамблеи. Выступление президента Лукашенко было выслужено с большим вниманием. Его идея о создании «Хельсинки-2» была оценена положительно. Таким образом, на европейском континенте можно будет создать условия для взаимопонимания между странами. И мы, со своей стороны, поддерживаем все инициативы Беларуси о мире. И не могу не спросить, вот сейчас внимание всего мира приковано к Каталонии. Возможно ли предположить, что когда-нибудь посол Каталонии будет вручать свою верительную грамоту? Я уверен в том, что единая Испания останется реальностью, и именно с ней у Беларуси будут отношения. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить за заявление белорусского министерства иностранных дел, в котором четко говорилось о том, что это внутренние дела Испании, и важно, чтобы в стране соблюдалась конституция. Несмотря на то, что наша страна сейчас переживает непростые моменты, на международной арене все это время мы чувствовали поддержку наших друзей. И Беларусь как раз является ярким примером такого понимания. Я хотел бы попросить всех белорусов верить в нашу страну и верить в то, что они смогут ездить в Барселону, которую они очень любят, и которая находится в составе такой же любимой ими Испании. И в свою очередь последний вопрос. Есть ли у вас планы посетить что-то в Беларуси? Очень любите культуру, часто ходите в театр. Вот у нас в Большом театре много лет, кстати, успешно идет постановка «Дон Кихот». Возможно, вы захотите увидеть своими глазами, или есть какие-то места, которые хотелось бы открыть для себя? Конечно, я очень хочу приехать в Беларусь не только по рабочим вопросам. И обязательно найду время открыть для себя белорусскую культуру. Не зря ваш посол Павел Латушка, который ранее занимал пост министра культуры, говорит, что все, что мы можем сделать в сфере культуры, будет очень тепло и с интересом принято в обеих странах. Пример тому – ошеломительный успех, организованный вашей стороной выставки православных икон в испанском Толедо и ряд культурных и музыкальных программ в Мадриде. Так что я более чем уверен, что любые инициативы посольства Беларуси в Испании и нашего посольства здесь будут восприняты жителями наших стран с восторгом. Спасибо еще раз за беседу и еще раз поздравляю вас с днем рождения, что в такой особенный день нашли время для встречи с нами. Продолжим программу после рекламной паузы. Напомнит картиномера с Юрием Казиятко, краткий обзор событий продолжит программу. Тропический шторм «Нейт», усилившийся до урагана, движется в сторону США. Максимальная скорость ветра – 130 км в час. В штатах Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения. Из прибрежных районов эвакуируют жителей. Во Франции одобрен новый чрезвычайно жесткий законопроект по борьбе с терроризмом. Документ значительно расширяет полномочия местных властей и полиции. Теперь проводить проверки и заключать под домашний арест можно без решения суда. Ожидается, что все инстанции, французский закон пройдет и вступит в силу уже в ноябре. Пенсионер в американском Лас-Вегасе расстрелял посетителей музыкального фестиваля. Погибли 59 человек, свыше 200 получили ранения. Это стало самым массовым убийством за всю историю США. В Бразилии растет число жертв поджога в детском саду. В списках погибших уже почти 10 человек. Трагедия произошла в городе Женауба. 50-летний охранник детского сада облил себя и малышей спиртом и поджог. Мотивы его поступка до сих пор не ясны. Десятилетний белорус Максим Мархалюк, пропавший в середине сентября в Беловежской пуще, объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Теперь его розыском занимается 9 стран. Нобелевскую премию мира получили борцы за ядерное разоружение, международное движение ICAN. Компания постоянно привлекает внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям, которыми грозит использование ядерных боеголовок. Вручение награды имени Нобеля пройдет 10 октября в Осло. Долгожданный подарок от главы государства получила белорусская многодетная семья. Корову по кличке Белка доставили в деревню Ясень. Оказалось, буренка там благодаря письму на сайт президента Беларуси. В нем семья Снегир рассказала о своей необходимости и через пару дней мечта хозяйки сбылась. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси и президента России. Главы государств обсудили подготовку к предстоящим событиям на международных площадках, а также в формате двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в дальнейшей государственной деятельности. Беларусь и Венесуэла в ближайшие годы намерены нарастить сотрудничество. Это лейтмотив прошедшей во Дворце Независимости официальной встречи президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и Александра Лукашенко. Ты помнишь наши переговоры, Чавес, я и ты? Тогда нам было очень сложно. Вы подставили нам плечо. Помнишь эти большие проблемы с углеводородами и так далее? Нас тоже под санкции подвели. Вы подставили нам плечо. Мы это не забыли. Мы это не забыли. Поэтому давайте вместе сегодня подумаем, как быстро решить те проблемы, которые есть в Венесуэле. Я готов прилететь в Венесуэлу. И мы с президентом еще раз рассмотрим этот план и утвердим его. Но мы договорились еще и о том, что вырабатывая этот план, мы ни в коем случае не должны остановиться и ждать, когда будет план. Мы должны работать по тем направлениям, по которым сегодня нужно работать. Заключая конкретные контракты и работая. Жизнь останавливаться не должна, особенно в кризисный период и в сложные времена. В завершение встречи два президента, Мадуро и Лукашенко, традиционно выполнили одну из миссий, которую должен сделать настоящий мужчина. Посадили дерево на аллее почетных гостей. Впереди у нас интересный сюжет о самых-самых деревьях в Белоруссии. И к этой теме подтолкнуло совещание у президента в связи с новой редакцией жилищного кодекса. Все обернулось резкими фразами на разные темы, связанные с порядком на земле, строительством новых домов, с заботой о малой родине. И вот Евгений Пустовой с подробностями послушаем, о чем шла речь и какие выводы стоит сделать не только чиновникам, но и всем нам. Нужно ли нам сегодня вторгаться в жилищный кодекс? Новый вариант жилищного кодекса в руках президента. Тема сложная и животрепещущая. Касается всех белорусов и все отношения от экономических до бытовых. Если говорить русским языком и понятным для народа, создадим ли мы один документ, который гражданин откроет и увидит ответы на все свои вопросы? У нас юристы такие умные, они сначала создают закон или какой-то другой нормативно-правовой акт и полмиллиона подзаконных актов. И этот закон пестрит отсылочными нормами, что недопустимо. Александр Лукашенко все важные документы обсуждает открыто. Таково требование президента у жилищного кодекса в старой редакции еще пахнет типографская краска. А тут чиновники предлагают апгрейдить закон. Ну, за пять лет состарился. Изменились виды, структура жилищного фонда, ввелось новое понятие арендного жилищного фонда. Так вот, сегодняшняя редакция жилищного кодекса, она как раз таки вобрала в себя, как итоговый документ, все те изменения, которые были, скажем так, претворены в жизнь, опробированы были в жизни и сегодня получили свое закрепление в новой редакции жилищного кодекса. Со всех сторон должны быть защищены самые уязвимые белорусы, прежде всего многодетные семьи. О них на завещании президент вспоминает несколько раз. Самые острые углы были и остаются у вопроса с квадратными метрами. Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся прежде всего в улучшении жилищных условий. И это направление важнейшее, составляющее социальные политики в Беларуси. Она останется, я думаю, навсегда. Решение квартирного вопроса – один из основных индикаторов развития общества. И жилье – это не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть семьей в уютной и комфортной обстановке. И самое главное – это воспитание наших детей. Две трети нового жилья многодетным семьям, третью часть очередниками и оставшиеся 10% в людям погонах. Жилищную конституцию менять надо, вдумчиво. О проблемах в сфере ЖКХ и строительства президент хорошо знаком, читает, слышит и даже видит. Мы договаривались о вовлечении, в оборот, собственности разного рода, незавершенного строительства и так далее. Даже там, где я еду каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет. И это в Минске фактически. Неужели на собственность, на помещение и прочее удовлетворили спрос? Что бесплатно даже не хотят взять? Ну тогда нам надо этим заниматься. Вы знаете, мои требования, они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Минскеевич ответит, доложит. Есть сроки, железобетонные сроки, которые в институционных договорах обозначены и для граждан. И в ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, это называется жуть. Госконтроль поручение главы государства взял на вид. На учет все долгострои столицы. По итогам мониторинга городу мы указали, что им не все объекты учитываются. Ведь есть малые предприятия, которые строят крупные объекты. И по законодательству существующему они не обязаны отчитываться в статистику. Поэтому город их и не учитывал. В районах другая проблема. Зачастую инвесторы далеко за границей, а руки у районных властей оказываются короткие. Не дотянешься? Нет инвестора. Прошли суды. Суд принял решение, чтобы мы могли зарегистрировать на себя это имущество без второй стороны. Но в любом случае к спортивному празднику континентального масштаба вторым евроиграм страна должна напоминать ухоженное футбольное поле. В 2019 году приедет весь мир, ну точнее сказать представители всего мира, посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Я уже говорил, начиная от дорог, мостов, развязок, а это лицо страны, прилегающих полей к дорогам, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь. И заканчивая посевными площадями, все должно быть в идеальном состоянии. Вылезано, как в народе говорят. Деревня, как говорится, и осенью здесь красиво, и летом, и весной. Все кипит. Татьяна с мужем последний из магикан, вернее казаков. Населенный пункт так называется. Тяжело было видеть, как деревня становится хутором. Но казаки вновь верхом на коне. Рассверим. В буквальном смысле инвестор разбил здесь сад. Старые избы сносят, вместо них строят новые вагончики. Но зачастую строители работают быстрее, чем процедура переоформления. Все очень забюрократизировано. Все всегда долго делается. Если в сельском хозяйстве не сделал сегодня, то завтра можешь и не делать. Это уже никому будет не надо. Именно в бумажную волокиту и в законодательство, как экскаваторы, в сцены ветхих изб. Уперлись главные исполнители сотового указа президента местной власти. Стряхнуть с деревень старину Беларусь пытается с 2006 года. Побыстрее повернуться к проблеме лицом требования президента. На земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать. И земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт. Если ты владеешь этим жильем, занимайся им, чтобы это жилье было в нормальном состоянии. А так он живет где-то на Камчатке. Глаз не кажет к своему тому родному дому, который якобы в него в собственности. Он уже бурьяном зарос и наклонился на три угла. В этой деревне Староволе на месте ветхий хат на три угла нашли свой угол. В новых домах несколько семей механизаторов. Эти цветники облюбовали даже олени. Живых тоже в окрестностях Навалом. Беловежская пуща рядом. Место только живи. Спрос есть, а возможность продавать забытые и заросшие усадьбы нет. Не всегда собственники, которые имеют такое жилье и не используют это жилье, не ухаживают за ним, проходя процедуру отсуживания, они на судах заявляют свое право на собственность. Поэтому суд нам отказывает. Бюрократическую волокиту упростить, финансовую нагрузку снизить. Но людей при этом не обидеть. Президент требует никакой компанейщины в наведении порядка на селе. А то получится как с деревьями в Минске. Одни щепки остаются от скверов. Средства массовой информации, как бы они вами не были прикормлены и приручены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вместо того, чтобы парк где-то там заложить или в порядок привезти, вы начинаете штамповать жилье. Места нету вам, где жилье строить, обязательно надо конфликт породить с населением. Вы сами переселитесь туда, в этот дом, и живите там. А рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Вот поживите там. Обязательно надо конфликт какой-то устроить. Александр Лукашенко с момента этого снимка и до сих пор за открытый диалог с народом. Встречи, рабочие поездки, в том числе ради общения с белорусами. Можно от нас с тобой? Ради Бога. От вас можно? Не ревнуешь? Нет. А тут столичные градоначальники и авторитет власти могут опустить вот из-за этого котлована. Центральная столичная улица стала центральной темой скандала в масс-медиа. Люди ратуют за деревья, деревья сносят из-за трубы к МАЗу, по-другому нельзя. Якобы служба безопасности президента настояла. Вы что, меня специально перед населением подставить хотите? И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья на эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы, мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево скукиш. И какая будет от этого польза? Надо прекратить этот разбой. Сердцем относиться и к общим деревьям, и к своему дому. Этот посыл все чаще встречается у главы государства. Я уже приглашал и призывал желающих, не только богатых людей, не забывать свою малую родину. Если у кого-то есть возможность привести в порядок свою деревеньку, построив там, может быть, свой дом, это надо сделать. Голосу предков зовущих и призыву президента выходец из Беловежской пущи прислушался еще раньше. Петерский бизнесмен Николай Бурнос, человек с большими возможностями, в малую родину вложил более 20 миллионов долларов. Теперь за делом отца следит средний сын. Ради этого вернулся из Англии. Дело не в деньгах такое, как духовное. Что-то духовное у него. Церковный человек построил церковь для населения. Даже бумажная волокита, мешающая многим инвесторам, не спугнула российского миллионера, выросшего в белорусской глуши. Есть расхожая фраза с ироничным подтекстом. Он вышел из деревни, а деревня из него не вышла. Но когда деревня остается в сердце, получается вот такой красивый пейзаж. Место обычного села – лесной агрогородок, а пущанских дебрей – настоящий туристический рай. Именно о таких ориентирах к делу и людям президент еще раз напоминает всей вертикали. На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе. Евгений Пустовой, Павел Латышев, Валерий Науменко и Сергей Капустин. Картина мира. Итак, деревья. Большие и маленькие, известные и просто любимые, как мы и анонсировали ранее в программе, в продолжении справедливых замечаний президента. Так вот о деревьях. Жили когда-то друиды, лесные мудрецы древности. Они почитали природные силы. И даже гороскоп составили, соотнося даты рождения людей с видами деревьев. Мой знак по гороскопу друидов – грецкий орех. Почитал, кое-что понравилось. Впрочем, как и в любом гороскопе. Но может быть, что-то в этом есть? Об удивительных деревьях Белоруссии и о природных силах расскажет Алена Сырова. Я чувствую давно, что в неде на полиции стоит царь дуб, в ушары лесным, что верхом йод, упрос, уподняйся, у землю пустил глубоко корани. Это давно-давно. Эти царь дуб, наши еще прапрабабушки, деды его, посадили. И уже ему около 600 лет. Елена Мироновна немного буднично начинает свой рассказ о чуде природы, ради созерцания которого многочисленные туристы и журналисты обычно преодолевают не одну сотню километров. Стройный такой, высота его 32 метра ширина, 4 метра ширина. И в каком-то году там его корона ломалась. Местный царь дуб укрылся в самом сердце дубра, вы проехать на машине к месту силы, как называют его сами местные жители, не получится вязкая дорога и заповедная зона. Да и обычаи не позволяют. С самого детства жители Данилевича прибегали к нему играть, а с возрастом все чаще просят о здоровье. То раньше не так, а это уже спинами становились, а уже, чтобы таки была спина здорова, к этому царь дуб. Надо, чтобы шли, пеши не машиной уехали, а только пешки шли. Они малые и старые, на коне можно ехать. Здоровье, счастье, обнимают все. И четыре человека его обнимают. Вот это, конечно, самое старое дерево в Белоруссии. И, соответственно, оно живое. И я думаю, что еще не одно столетие проживет. Ведь прожил великан уже восемь с половиной веков. Пожежинский царь дуб не только самый старый в Белоруссии, помнит времена и фрази неполоцкой, но и самый рослый, простирается на высоту 15-этажного дома. Пришлось даже на верхушке установить громоотвод. Сергей Сергеевич почти 30 лет по долгу службы ухаживает за самым-самым дубом Белоруссии. Признается, рядом с этим волотом особая энергетика. Потому очень часто после рабочей смены навещает дуб и набирается здесь силы. По легенде, нужно прислониться тремя участками тела к дубу, чтобы набраться сил. Для своего почтенного возраста царь дуб выглядит вполне здоровым и обещает радовать не одно поколение белорусов. Но ученые уже позаботились о будущем и клонировали его, чтобы не потерять уникальные древесные геноматериалы и не повторить печальную судьбу самой высокой ели Европы. Зеленая красавица полтора столетия простояла в Беловежской пуще, а три года назад 40-метровая ель усохла. В 1797 году аллея, которая ведет к усадебному дому, была проложена ее трассировкой. Соответственно, где-то в этот период, после ее прокладки, высаживались и деревья. И поскольку в военный период времени здесь больше всего сохранилось зелени, то и надежда на то, что эти деревья, как рассматривали ученые, 200-300 лет некоторым липом здесь может быть. Совсем не щадящий ритм жизни большого города не лучшим образом сказывается на состоянии древесных сторожил. За их здоровьем круглый год следят специалисты, а здесь все как у людей. Могут определить и болезни растений, и вредители этих растений, назначить рекомендации, выполнить анализы почвы, грунта. По рекомендациям агрохимической лаборатории уже работают дальше специалисты управления по защите растений, ну и специалисты-озеленители, чтобы помочь дереву в сложных условиях города. Трудно представить, что этот дуб мог быть еще выше. Стройное и гладкое дерево едва умещается в кадр. Чтобы заключить его в объятия и прочувствовать ту самую особую энергетику, за руки взяться должны пять человек. Царь дуб в Лельчельском районе определенно не самый высокий или широкий, и уж точно не самый старый в Беларуси. Но судя по тому количеству имен и фамилий, которые можно рассмотреть на его коре, он определенно самый посещаемый. И сложно представить, сколько это дерево слышало сокровенных просьб и желаний. Самая старая или самая высокая ясень в ближайшем парке или рябина под окном родительского дома. У каждого из нас есть свое место силы, любимое дерево и личный веский повод считать его самым-самым. Алена Сырова, Евгений Пустовой, Антон Филонович, Павел Латышев. Картина мира. После такого сюжета фраза «рубить дрова» звучит прям-таки кощунственно. Но жизнь деревни заставляет это делать умело, так же ловко, как запрягать и распрягать коня, предугадывать погоду без Дмитрия Рябова, а только лишь по народным приметам. А в общем, быть властелином села. Наш специальный корреспондент Анастасия Дегтяр не просто посмотрела, но и влилась в крестьянскую жизнь. В каждой деревне или агрогородке есть свой штаб разведки или информбюро. И это, конечно же, магазин «Райпо». Кто тут у вас в бельдюгах властелин села? Молоковых. Семья Молоковых. Хорошие работящие, простые люди. Здесь и навигаторы не нужны. На так называемой молодежной улице, где в ряд выросли агрокоттеджи-близнецы, дом семейства Молоковых угадывается сразу. Авторский дизайн с сюрреалистичными железными персонажами, стриженный газон, выдает и то, что тут живет четверо детей при усадебной мини-парк развлечений. Все так подселали. Ну и охранника, чтобы коты не украли мясо. Это кто? Это у нас пюра. С ранних зорь, когда и петухи еще спят, отец семейства на дворе. В личном хозяйстве настоящий зоопарк. Вот у нас дети попросили. Папу уговарили. Минут 30 на папу съезжал в Новополос, купил хаски. Харьков уже. Расход в кастрюлю. Утки, куры, вьетнамские хряки, зверское многоголосие. Быки, новоселы, властелин и Федя уже подают голодный зов. Словно в подтверждениях реального господства над сельским бытием, амбициозная семья Молоковых уже два года сражается за титул властелин села. А те самые бычки как раз и достались хозяевам в качестве приза. Вычистил с кормушки. Женщины на кухне, мужчины по хозяйству. Пока мама с трехлетними двойняшками Ани и Настей, да первоклассницы Слофьи готовят завтрак, на усиление к отцу во двор выходит старший сын, шестиклассник Никита. Приучать к труду принято в деревне едва ли не с пеленок. Должны дети быть рабочие. Если они не возьмут от нас весь труд, ну что с них вырастет? История союза односельчан Дианы и Ивана началась еще два десятилетия назад. Восьмилетняя Дина провожала соседа Ваню в армию. А спустя годы судьба привела влюбленных к алтарю. Теперь их семейный стаж 12 лет. За эти годы они успели дважды переехать. Вкусив городской жизни, пять лет они прожили в Братлове, семья уверенно решила податься во своя сед. В агрогородок Бельдюги. Душа больше к деревне. Все-таки выросли, родились в деревне. Все-таки захотелось иметь хозяйство свое, что понимаешь, в городе пришел с работы, залег на диван и лежишь, так как-то неуютно себя чувствуешь, хочется поработать. Пиццы, хот-доги, салями и прочие заморские деликатесы здесь и даром не нужны. Хотели детки сало, ну папа пошел с мамой, зарезали. Да зачем деликатесы? Луч его свое, что сделали закатки, тушенки, сало. Девчонки наши на картошке живут. Бульбаши настоящие, это действительно. Сало любят, мясо не любят, только чисто сало. Если в сале видят прослойку, уже кушать не будут. Владыка топора и повелитель прочего рабочего инвентаря. Настоящий хозяин на селе умеют управляться десятком народных прылат прасы. Чтобы не терять форму, мы приступили к разминке. Вообще-то мужское дело. Ну, у нас женщины не отстают от мужчин и помогают мужчинам. Вот. О, видите, совсем не сложно. В следующем году и я поеду на властелину сила. Совсем не сложно. Иван заканчивает утренний обход владений и сейчас выдаются эти редкие минутки с семьей. Ты смотри, костюм подготовь мне на праздник. Но Поля зовет. Отец семейства работает механизатором в местном колхозе. Хоть агрокульминация пошла немного на спад, дело еще не в проворот. О, здорово, мужики. Как дела? Здорово. Ну, я тоже. А зимы посеем. На кукурузу прогласили. Надо его зацепить пимок. Как там, Ваня? Властелин села поедет? Ну, поедем. Как-то надо поддержать область, колхоз наш. Иван Молоков на работе однозначно бывает больше, чем дома. Как известно, один сезон год кормит. Да и сроки диктует несговорчивая погода. Шарковщинский район, белорусская целина. Непростые климатические условия в сочетании с тяжелыми глинистыми почвами. Словно испытывают местных аграриев. Но и они научились приручать обстоятельства. Пока папа на работе наматывает круги на поле, Диана занята домашними делами. А вот Никита, как и свойственно его сверстникам, любитель посидеть в компьютере. Но легкомысленные развлечения не мешают мечтать о серьезном. Мне точно хочется стать археологом, потому что можно кости динозавров раскапывать. Я жили в Минск. Там было такое шоу про роботов. У нас в школе объявление появилось, мы поехали. Весело было. Бывают, в деревню приезжают аттракционы, развлечения, там всякие батуты. Мне в деревне лучше. И снова семейству средь постоянного круговорота дел выдается минутка собраться всем вместе. Репетиция в местном ДК. Накануне праздника властелин села главный прогон. Не шутки, ведь на республиканском этапе придется отстаивать честь не только семьи, но и всей области. По аллеях ДК мчится и Иван. Вырвался с работы. Чтоб успеть все сделать, чтобы начальство не ругалось. Во властный ладор села вас витает в осунья. Под дыхатью все ближе будут шестовать гостей. Наступил день ИХС. Глубоко освежаются конкуренты из всех областей. Помериться с силушкой властелинской да определить, кто настоящий повелитель топора и господин полей. И Молоковы раскрывают все карты. Секрет успеха домашней подготовки угощения. Домашние прессмаки с народным ароматом. Ведь путь к сердцу в том числе и судей, как известно, лежит через желудок. Все условия в конкурсной программе семейного сельхозпроекта «Властелин села» диктует сельский лад. В Глубоком Молоковы стали третьими. Триумфатор – семья Литвиных из Минской области. Но праздничные гармошки умолкают, атмосферный шарм беззаботных шуточных развлечений развеиваются, титулы, за которые таки расражались, забываются. Ведь у каждого из них своя философия победы в этой жизни. Самая главная моя победа и мое достижение – это моя семья. Даже взять, вот пилить, допустим, с мужем там это бревно. Если мы там будем один в одну сторону, другая в другую, то ничего с этого не выйдет. А когда это все дружно, сплоченно, то и получается. Умение нам передали наши деды, жившие в деревне. Ну, а тут просто усилие и стремление к победе. Никогда нельзя опускать руки. Любить, трудиться, работать. Хватит нас возить на море детей в Юрмал. Есть планы, сделали уже визы. Ведь по сути все они и есть властелины села, покорившие сельский быт своим трудом, любовью и смелыми взглядами на безграничное поле сельских забот. Анастасия Дегтярь, Алексей Юнош, «Картина мира». Это была «Картина мира» с Юрием Казиятко. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова